Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, сегодня в рубрике инди-хоррор мы посмотрим модг Half-Life 2 эпизод 2 под названием Алхимилла. Алхимилл, как вы знаете, название госпиталя во вселенной Silent Hill, ну собственно в городе Silent Hill, которую мы с вами провели во время прохождения первых четырех частей, довольно много интересных минут. И что я сразу хотел сказать, этот мод довольно давно и довольно многие ждут, но в данный момент разработка его застопорилась, потому что создателям мода нужен программист и аниматор, так что если кто может чем-то помочь, я размещу ссылку в описании. Добро пожаловать по ней и там сами свяжетесь, постарайтесь помочь, если сможете. Остальные просто приготовьтесь провести приятное время, потому что я думаю это будет интересно. Надевайте наушники и погнали. Повторюсь, это пока что демка. Наработок у них судя по всему полно, но реализовать все по полной программе пока не получается. Алхимилла, блин, как вспомню этих медсестр, эти этажи бесконечные, это же кошмар какой-то. Хуже, наверное, только Брукхевен. Хотя нет, не хуже. Так, и где мы? Знаете, вот после всех Саленхиллов, которые мы с вами наиграли, это реально такой камбэк, потому что очень уж охота было сюда вернуться. Не поддается. Следующие части, просто если они будут на канале, ну я думаю они будут на канале чуть попозже, как я говорил, нужно отдохнуть от Саленхилла. Это будут уже не номерные, это уже будут не классические серии и, соответственно, ощущения будут уже не те. Нужен ключ. Поэтому это скорее такой ностальгический трип. И я думаю, как раз именно вот мы недавно прошли четвертую часть, которая по сути Саленхиллом-то и не была, вот это вот будет возвращение именно в классический Саленхилл. Потому что я знаю, что здесь именно очень неплохо передана эта атмосфера. Разработчики крайне талантливы, на мой взгляд. Ого. Квартира похожа на один из этих комплексов из Саленхилла 4, да? То есть я помню последнюю серию Саленхилла 4, где мы там бегали по этим квартирам и пипец. Я вот такое помню. Ну, не именно такое, потому что это скорее собирательный образ. Так, что здесь было? Hello? Есть кто-нибудь? Я ничего не вижу, давайте-ка я задерну шторку, потому что вроде как поздний вечер, но... Все что, светло. Ножик и ножницы. Брать, я ничего не могу. Окей. Хорошо. А вот. Колба с кислотой. Зачем она мне? Непонятно. Надеюсь, что за бардак вообще не поддается. Невозможно поддаться. Здесь вроде как больше ничего, да? Ну, кто-то, я не знаю, пил. Что тут еще делать-то в таком окружении? Вешалка. Ладно, пойдем отсюда. Хотя в холодильнике может там мистическая плоть. Это был смешной момент. Один из тех моментов, когда реально шевелились волосы на голове. Так, ну пока что я вижу, что это реально квартирный комплекс. Очень похоже на тот, что был... Ого. Мусоропровод. Похоже, мусоропровод в рабочем состоянии. Так, ну хорошо. А зачем нам кислота тогда? Интересно. Может нам теперь назад идти? Или я, как обычно, по своему обыкновению, что-то пропустил здесь? Не думаю, честно говоря. Ну, мало ли. Давайте тщательно все обнюхаем вот тут. То, что-то я еще не смотрел. И-то нет, нет. Пойдем дальше тогда. Что нам делать с помощью этой кислоты? Заперт. Заперт. Может ей плеснуть на замок, но это какая-то кислота должна быть? Ну ладно, это, по-моему, заняло бы какое-то время, даже если бы это была кислота от чужих. Ну, окей. Шутенькая. Так, у нас есть быстрое сохранение? Нет. Значит, оно работает вот так, да? Почему-то я чувствую себя виноватым. Пойдем наверх, посмотрим. Третий этаж. Зеленый чай. Что это там? Ничего. Хорошо, давайте убираться отсюда. Не совсем понятно, кто наш герой. Что он тут делает? Для чего он вообще? Ну, давайте будем отталкиваться от того, что здесь, как и во всех остальных Сайленд Хиллах, главный герой попал в свой личный ад. Который Сайленд Хилл создал специально для него. Не поддается. Би его. Нехорошие звуки, на самом деле. Становится жидковато. Так, первый этаж, а там что, бей? Подвал, что ли? Что-то как-то тут хорошо. Давайте посмотрим, что там пониже у нас. Что-то... Я уже не хочу тут ходить. То куклу намоченному персоналу. Так, швабру. Я бы, честно говоря, взял, чтобы драться хотя бы. Не поддается. Не открывается. Лопату мы тоже брать не хотим, да? Так, окей. Я туда не особо хочу идти. И есть подозрение, что нам не особо туда и надо. Поэтому пойдемте обратно на первый этаж. Нет, кто бы что ни говорил, в хоррорах атмосфера всегда, вообще всегда, это вам я говорю о плоти, человек, который хорроров видел очень много. Самое главное, чем создается атмосфера, абсолютно всегда, это звуками, вот этим эмбиентом. И здесь с этим полный порядок. Реально становится жутковато. Что за бардак вообще? Ого. Интересно. Так, блин, у меня стандарт. Вот я увижу, что я куда-то могу пройти. Мне охота вернуться и посмотреть, а вдруг там еще что-нибудь было. Вон там записка какая-то. Хотя и вау! Дом совсем опустил. Некоторые уехали, а некоторые просто исчезли. Меня это пугает. Что-то не так с этим городом. Из моих жильцов остался только старик Энди. Он не хочет покидать город, так как сильно привязался к своему книжному магазину. Хотя в нем уже давно не было посетителей. Да и некуда ему ехать, так же, как и мне. Чувствую, что умрем тут когда-нибудь от старости. И об этом никто и не узнает. Думаю, теперь нецелесообразно хранить ключи от квартиры на виду. Спрячу их лучше в старую тумбу. Еще не могу найти запасной ключ от входной двери. Наверное, я потерял его, когда гостил у Энди. Хорошо, в тумбе, значит. Так, я, пожалуй, сохранюсь. А вы знаете вообще, сколько в Америке городов-призраков реально? Гораздо больше, чем деревень-призраков у нас в России. У нас деревни просто спиваются, молодежь оттуда уезжает. Старики умирают, поэтому деревни исчезают. Остаются только на картах. В Америке города исчезают по другой причине. У них сейчас реально огромный спад в экономике. Таких городов, как Сайлент-Хилл, просто там не то что десятки, их реально сотни. И это, по-моему, пипец. Люди там восторгаются нашей Припятью. Ну, уже не нашей, но все равно нашей. Ну, короче говоря, вы поняли. А Припять это, по сути, цветочки по сравнению с тем, какое количество заброшенных городов в той же самой Америке. Это, по-моему, реально страшно. Я помню эту штуку в втором Сайлент-Хилле. Или в третьем. Нет, в втором. Мы вставляли монетки. Люди не имели ничего, кроме ненависти тьмы. Боль пронзала их существование. В боли был рожден Бог мужчиной и женщиной, которые веровали и веровали в силу Солнца. И Бог пришел на землю и даровал. Бог людям закон и порядок. Человек познал, что такое смерть, время и плоть. И был счастлив человек, ибо стал он дорожить своей плотью и времени. Время разделило все сущее на день и ночь. Ночь принесла людям царство снов, где они могли строить свой рай. Из радости и надежды. Сектанты. Нет, напишу сектанты. Ну-ка, подожди. Мы увидели плоть. Сны. Будет какой-то порядок. Вот за одним из таких шкафов Джеймс прятался от пирамид Голова. Это реально такой ностальгический трип, да? То есть, именно для тех людей, которые переиграли уже во все части. Так, ну это все хорошо, но я пока не понял, что мне делать вот с этим. Что такое? Видимо, где-то здесь была подсказка, логическая цепочка, как нам нужно выставить, в каком порядке их нажать. Плоть. Сны. Ага, понятно. Ну давайте-ка мы сначала... Вот мы ключ взяли и попробуем найти квартиру Энди. Я думаю, это от его квартиры ключи. А пока я сохранюсь. И мне станет реально веселее. Потому что что-то тут жутко как-то. Интересно, девки пляшут. Пока что могу сказать, что уровень исполнения просто великолепный. Так, козерог у нас означает тьму. Плоть. Ладно, этим мы потом займемся. Я думаю, нам нужно вернуться немножко, чуть ли не на самое начало. Там с помощью этого ключа... А может быть, мы сможем теперь попасть сюда. Но нет, здесь просто закрыто было. Я на всякий проверю. Оп. Это плохо. А вообще, Half-Life эпизод второй это, по-моему, просто отличная платформа для хорроров. Вспомним Black Snow, Nightmar House второй и Strange. Там много всего было. Тот же Hatch 18, который, к сожалению, как бы не особо хорошо себя чувствует. Но я связывался с разработчиками, кстати говоря, они сказали, что сейчас занимаются переработкой игры Cube в той же вселенной под новой технологией. Так что будет интересно. А насчет Hatch пока сказать, что это очень сложно и печально. Потому что там реально было очень круто находиться. У этой двери нет ручки. Ну так, елки-палки. У тебя есть ножка с разгона до лба непонятно откроется. Вон же она приоткрыта. It doesn't matter. Хорошо. Что? Здесь заглушено, что ли? Что я сделал? Ой, мамоньки. Жидковато. Так. Ну, бля, хватает я? Почему ты не хочешь хватать этот молоток? Или что мне нужно схватить? Может, я чего-то не вижу? Что, идти? Может, мне реально его надо было брать? Да нет, навряд ли. Где-то здесь что-то в этой области. Ну, что именно? Я пока не пойму. Окей. Давайте присядем и посмотрим. У этой двери нет. А, вот там где-то ручка, может? Ох. Кое-что нужно еще управлять, да? Определенно. Так, ну, здесь ничего не берется. Здесь внизу, насколько я вижу, тоже. Блин, это очень странно. Так, еще бы ты мне, конечно, не мешал ходить в ящик. Может, ящик развалился? Оп. Блин, вот это стул бы как-то, я не знаю. Почему ты не хочешь ничего брать? Возьми, пожалуйста. У этой двери нет ручки. Ну, я думаю, у этой ручки лежит, но я не могу ее взять. Это все очень странно. Интересно, а что дала нам эта вода? У меня просто есть ощущение, что нам реально... Если мы сейчас не возьмем вот это что-то, я правда не вижу, что тут брать. Дальше мы с вами не попадем, поэтому давайте еще маленько потыркаемся. Бутылка не получается. Оп, оп. Здесь внизу нет ничего. Там что-то. Нет, там ничего нет. Так, ну хорошо, ладно. Вроде как что-то есть, а вроде как ничего и нет. Ладно, я, наверное, очень глупо со стороны вылежу. Прыгаю тут по столу. Так, ну, по крайней мере, мы что-то включили. И что? Э, хорошо. Метод случайного подбора подходит. Так, в общем, что дальше? Теперь у нас есть ключи от всех квартир. Я, честно говоря, не стал разбираться, что именно мне нужно было сделать там внизу, потому что, ну, вы поняли. Решил пойти сюда и просто открыть эту головоломку. Теперь у нас есть ключи от всех квартир. И в одной из квартир, получается, будет квартира Энди. Именно там будет ключ, похоже, вот от этого. Мне кажется, что это входная дверь. Да. Поэтому давайте проверять, что у нас есть еще тут. Эта дверь вообще не желает как-либо реагировать. Ну и шут с ней. Хорошо, что нам нужно в подвале? В подвале нам получается... Давайте попробуем. Может быть, все-таки что-то еще нужно. Нет ручки. Замок сломан. Ну и, собственно, все. Понятно. С подвалом успокоились. Хорошо. Теперь мы пойдем сначала на второй. Проверим там все полностью. Потом пойдем на третий. На втором, по-моему, хватает закрытых помещений. Эта сломана. Шутка какая-то. Решетки. Здесь, похоже, жил. Тихо. Че это было? Клюшевый мишка. Просто старая игрушка. Конечно. В таком месте просто. Просто ничего не бывает. Матрасы саны. Все как всегда. Звук шел отсюда, определенный. Но, я так понимаю, это от него. Шутенько. Так, ладно. Хоть метаться по этой комнате. Камеры. Окровавленная. Капец. Ну, конечно. Я просто что-то не очень, честно говоря, хочу подходить туда. Видно. Страшненько. Внутри фотоаппарата я нашел пленку. На фотоаппарате есть бирка. Из квартиры 13. Хорошо. Еще буду знать, что там на этой пленке. Не хочу знать, зачем здесь крюки. Так, хорошо. Мне интересно, что там, что такое. Почему он так вышибал сюда просто. За ним ничего нет. Ладно, пойдемте посмотрим, что тут еще есть. Поддается. Что-то мне как-то здесь не нравится, честное слово. Надо валить. Это оттуда звуки? Давайте-ка просто сваливать отсюда. Валю. Уходим. Ух, что-то пипец, жутко. Так, что у нас тут? Квартиры все выглядят точь-в-точь, как Silent Hill 4. Это круто. Здесь ничего. Квартира вообще какая-то видовала явно в лучшие дни. Потолок просто убитый. А больше тут я смотрю. Телефон. Алло. Так, где-то нужно найти номер, и тогда мы сможем сюда позвонить, я так понимаю. Отчего-ничего. Ну и хорошо. Кустик. Вы знаете, я никогда не воспринимал Silent Hill от первого лица. Вот когда мы играли в Silent Hill 4, допустим, когда мы передвигались по комнате от первого лица, мне было маленько не по себе, потому что, ну, как-то это было не по-сайлент-хиловски. Ну, здесь что-то Silent Hill от первого лица, и при этом выглядит как Silent Hill. Ни с чем другим его не перепутаешь. Так, здесь у нас мусоропровод. Хорошо, пойдем в ту сторону. В итоге мы имеем, мы подобрали пленку, и у нас есть телефон в одной квартире на втором этаже. Тут дверь не открывается. А сюда мы давайте вполне себе смогли. Ух ты. Заклинило. Либо я вампир, либо это не зеркало. Чего копается? Мне не нравятся эти звуки. Это ты, что ли, делаешь? Есть кто? Так, ну, допустим, хорошо. Кто же так закрывает туалет? Хорошо. В чем смысл этой комнаты? Надо поискать, осмотреть все более внимательно. Возможно, где-то здесь мы найдем какие-то зацепки. Может, номер телефона? Да не сказал бы. Так, ну хорошо. Блин, почему вот это не используется? Это же определенно что-то эдакое. Нет. Блин. Все, пойдем. Это я просто подбежал к этому чемодану и его проверил специально для тех людей, которые в комментариях напишут. А чемодан-то не открыл? Я уже попробовал открыть пустик. Ну ладно. Так. Окей. В этой комнате нет ничего. Нашим легче уходим. По сути, пока это все воспринимается скорее как квест. По мотивам Silent Hill, потому что здесь нет ощущения реальной опасности. Здесь есть давящее чувство страха, которое присуще играм серии. Но здесь нет монстров, которые реально могут тебя напкнуть. И поэтому ты скорее просто встревожен, чем напуган. Но при этом надо сказать, что главную свою задачу создать Silent Hill. Разработчики модификации, по-моему, выполнили на 5. Не с плюсом, но на 5. Очень хорошо. Так что, блин, помогите им в разработке этой штуки. Это же реально круто. Аниматоры, программисты. В странице ModDB будет написание. Так, хорошо. Я надеюсь, отсюда не полезет. Маленькая девочка. Белые накидочки. Поддается. Туалеты. Ладно, хоть без мигающей лампы. Здесь жила какая-то семейная пара явно. Запертая шкатулка. Зачем она мне? Дорогая Элизабет, я больше не представляю свою жизнь без тебя. Ты единственная, кто смогла поразить мое сердце. Я люблю тебя и буду ждать тебя вечно. Моя комната всегда открыта для тебя. Позвони мне, и дверь откроется. Мой телефон. Он. 5-5-5-5-5-8-4. Блин, мне будут записать куда-нибудь. 5-5-5-5-5-4-5-8-4. Сейчас я побегу к этому телефону. Тихо. Капает? Капает? Кран заржавел. Ничего, найти масло. Зачем мне это проделать? Или, типа, и так, окей? 5, 5, 5. 4, 5, 8, 4. Ты тут был? Я не могу тебя использовать никак. Телевизор, оставайся на своем месте, пожалуйста. Без фокусов. Так, там, по сути, ничего быть не может, поэтому давайте-ка мы поднимемся. Ну, мы сходим, сейчас проверим. Мне все-таки интересно. Ну, ладно, пойдем уже. Слован. А где она была? Не тут. Эм, не тут. Тут мы собрали пленку. Вот он. Все очень похоже, одинаково. Так. 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 8, 4. Что? Может, из-за того, что я первую цифру неправильно набрал? 5, 5, 5, 5, 4, 5. Ну, странно. Ну, по крайней мере, что-то произошло. Не знаю что, но... Ну, хорошо. Нечемся, нечемся. Что? Он звонил только что? Я слышал, что он звонил, но... Или, может быть, это... Откуда звук шел? И отсюда. Ну-ка, тихо. Откуда он оттуда? Отсюда? Вроде да. По-моему, это вообще... Сверху было, нет? Или все-таки из этой комнаты? Блин, мы не выберемся отсюда. Я не хочу здесь умирать, господа. Что же нам делать? Здесь уже не слышно. То ли это в той закрытой двери, то ли нам реально на один этаж выше. Давайте сгоняем. Или, может быть, это внизу управляющего сработал телефон. Блин, звонок интересный. Давайте наверх сначала. Непростой такой мод, да? Заставляет подумать. Где-то вот тут вот. Ну-ка. Тут мы еще ни разу не были. Надо быть аккуратным. Алло? Воу-воу-воу-воу-воу. И что это было? Что-то мне... Ой, блин, реально не понравилось. Ой, меня аж передернуло. Нехороший звук по телефону. Что-то давненько так жутко не было. При этом... Это именно как-то, знаете, это больше похоже не на хоррор, а на что-то такое. Вот мы играли. Darkness, A game. Темная родословная. Шорох. Вот что-то такое. Это круто. Пицца. Крива Панга. Так, подожди. Похоже, временами просто этот значок появляется вне зависимости от того, квест вы это делали или нет. Так что, не зря я там в подвале так говорил. Прикольно. Какой-то странный столик. В принципе, нормальный. Невозможно открыть. Тихо. Чё это было? Странно. Чё-то меня вообще в этой квартире как-то не очень. Нужен ключик от шкатулки. Отлично. Так, хорошо. Будем искать. Запомним. У меня уже мозги начинают пухнуть, честно говоря, от того, сколько тут всего. Ну ладно, допустим. Так, а здесь у нас чё? Здесь ничего. Заперто, ключ не подошёл. А здесь мы, собственно, начали. Хорошо. Где мне взять ключ? У нас, по сути, осталось вот это крыло и всё. Давай посмотрим. С днём рождения. Тут какая-то выемка. Блин. Придётся найти ещё и это. Капец. Освенятель-то. Пиво раскидано. Блин, хоть один ключик бы лежал. Заклинило. Не поддаётся. Не открывается. Так, хорошо. Блин. Здесь вообще пока делать я, видимо, вижу, что нечего, да? Окей. Ого. Тут, походу, обитался фотограф какой-то, что ли. Так, ну и мы, кстати, плёнку подбирали, так что, я думаю, мы пришли по адресу. Да, у него тут, походу, целая лаборатория. Я не знаю, как работать с этим оборудованием. Так я тебе подскажу. Сейчас проявим. Ничего. Окей. Котики. Прикольно. Так, может, будет какое-то объяснение для нас, как вообще всё это делается. Типа вот этого. После всех приготовлений можно приступать к созданию фотографии. Не забывайте, что можно использовать только красный свет. Иначе плёнка или фотография моментально засветится. Плёнку нужно зарядить барабан, после чего залить проявитель реагент А внутрь барабана. Так, только после этого можно приступать к печати фотографии на фотоувеличителе. Обработанную фотобумагу нужно аккуратно окунуть в белую кювету с проявителем реагент А2, после чего будущую фотографию необходимо зафиксировать. Используйте синюю кювету с фиксатором реагент Б. Следующим шагом будет промывка фотографии в зелёной кювете с обычной водой. После этого фотография готова. Остаётся только просушить её. Хорошо. Короче... Давайте так. Видимо, сначала вообще всё надо подобрать. Так, здесь у нас реагентов нет. Ладно, пойдём искать. Я надеюсь, оно всё в одной комнате. Ой, то есть в одной квартире находится. Ну, вроде как, тут больше ничего и нет. кроме этого подсказа... этой подсказки. Опять какой-то... У них вообще проблемы, как я посмотрю с этим делом. Нужна ёмкость. всё не слава богу. Так, пустая бутылка. Сюда мы наливаем воды. Бутылка полной воды. Окей. Так, в итоге у нас имеется раз, два, три. Ещё вот знать, какая из них какая, да? Так, ну хорошо, допустим. Что мы делаем теперь? Это пипец какой-то. Фотография напечатана. Теперь берём, перекладываем. Теперь перекладываем сюда. Теперь сюда. И у нас фотография, на которой манекены. Очень много. Получается, на левый нам нужно насадить мишку, на средний пупса и на правый что-то там ещё было у нас. Это не очень логично, но где это было у нас? На втором этаже, по-моему. хорошо. Так, мишка пупса и что-то ещё. Понятно. Я офигею, просто отместный головоломок. Необычно. Так, ну тут мы были. Это самая первая комната, которую мы посетили. и здесь по сути ничего нет. Хорошо, пойдём второй этаж. Окей, как скажете. Так, на втором этаже, блин, карта была бы, конечно. Вот это вот всегда выручало в Сайлент-Хилле, но здесь карты, к сожалению, нет. Так, тут не тут, тут не тут. да, вот оно. Здесь у нас мишки, по-моему, тихо. Мишки, по-моему, тоже тут. Берём тебя. Откуда оно тут взялось? Ты, надеюсь, не полезешь на меня? чё-то как-то стрёмное. Блин, эти дети ещё, это же кошмар какой-то. Ох, чё-то неохота мне это делать. Вообще, ни капли. Так, что-то я слышал. Интересно, где это? Может, этот ящик открылся? Или что ты? Ты нет. Ты нет. А вот ты? Да. Мы подобрали одно золотое блюдце. Окей, где взять второе? Офигеть. Не знаю, где их взять, но из этой квартиры мне точно определённо хочется свалить. Я бы, конечно, вот это ещё потрогал, потому что это что-то необычное. Мне не дают. Так, ладно, я что-то не совсем понимаю, что мне делать сейчас, потому что, блин, мы сделали всё, что могли, да? Так, это телефон здесь уже потрачено. Здесь мы уже позвонить не можем. Пусоропровод, в который, по сути, нечего скидывать. Да, тем больше, что это второй этаж. Я что-то не знаю даже. давайте по-новому всё обходить и в итоге что-нибудь придумаем, наверное. Здесь точно я ничего не забыл. Кажись, нет. Сломаем. я начинаю путаться, реально. Здесь я мог что-то пропустить, но я не знаю что. Будем искать. Допустим, вот это вот мне интересно. Я думаю, она тоже как-то откроется, если мы что-то сделаем. Пока не совсем понятно, что. усядемся и давайте сбацим лунную сонату. Нет? Нет. Ничего. У меня, кстати говоря, есть до сих пор до сих пор какая-то закрытая шкатулка, от которой меня не отключают. Так, окей, это довольно интересно. Хм. И теперь побежали на второй этаж. непопытно. Все-таки в этой игре довольно много приходится не то, что думать, а делать методом научного тыка. Допустим, как можно догадаться, что вот эту шкатулку нужно поставить сюда или что вы поняли, это не очень логично. Но, в принципе, такого хватало и в самом Сайлент-Хиле, поэтому какие претензии вообще? Просто приходится очень много нарезать кругов, пока не поймешь или чисто случайно не совершишь какое-нибудь вот такое действие. хорошо, я ее шарахнул. В результате у нас появился маленький ключик. Этот маленький ключик мы применим, я думаю, я не знаю. Ну да, вот она. Ой. Хорошо. Серебряное блюдце. Круто. В такие моменты реально чувствую себя каким-нибудь из этого. Шарлоком Холмсом. Потому что, блин, ну сколько можно уже нарезать? Очень, очень одинаковые этажи, на них очень одинаковые комнаты, поэтому довольно сложно отличать одно от другой. Из-за этого реально начинаешь путаться и все комнаты уже сливаются в одно разноцветное нечто. Так, ну да ладно, что же нам дадут тут? тут нам дадут ключ от комнаты. От какой комнаты? Комнат у нас хватает вообще везде. Тут нет, тут нет и тут нет. Короче говоря, в этой комнате нам делать, похоже, больше нечего. Я реально просто уже начинаю путаться, потому что комнаты очень похожи друг на друга. что у нас здесь? Здесь у нас проявительное. В проявительной у нас ничего же не было тогда, да? Да, кажется, кажется, ничего. Хорошо. Так, окей, тогда мы пойдем, но при этом, когда играешь для записи, стараешься как-то на ключ подошел действовать побыстрее, чтобы зрителю не было скучно, поэтому очень часто сбиваешься. Но в итоге, что же мы тут имеем? Здесь обвалился потолок. Надеюсь, никого здесь в этот момент не было, потому что обвалившийся потолок это очень плохо. Так, и что же тут такое? Вот раз. Кто-то жил тут, что ли? Я не знаю, сколько дней тут провел. Сюда не проходит солнечный свет. Эта комната проклята, она исчезает. Я заперт в этом маленьком коридоре. Пытаюсь проделать дыру в комнату Энди, но я так ослаб, и мне не хватает сил. Осталось совсем немного, если я не успею, я тоже здесь исчезу. Ой-ой-ой, мне не нравятся эти звуки. оно же не зря шумело. ой, ой, только не это, нет. Шумать, вашу мать! Ждите продолжения. Жду. Реально, ждите продолжения, потому что, что я могу сказать после того, как я прошел эту игру, за сколько? 43 минуты, по-моему. Ну, я реально там запутался в нескольких местах, бегал кругами, я это вырежу, вы это не увидите. В остальном могу сказать, что это реально Silent Hill, несмотря на то, что это модификация, это гораздо более Silent Hill, чем, допустим, Silent Hill Homecoming. Реально очень хорошая работа, проделанная, видно, что фанатами этого дела, то есть фанатами серии Silent Hill, и в нее было реально приятно играть, потому что это было одновременно как бы возвращение и во второй Silent Hill, при этом чуть-чуть в третий и чуть-чуть в четвертый. Интересные записки, интересные помещения. Единственное, чего мне тут не хватало, это разнообразие, потому что помещения, несмотря на то, что в каждом было что-то свое, они все равно были довольно похожи друг на друга, и временами реально путался, не понимал, что делать. Головоломки были, ну, не сказать, что зубодробительные, но тоже довольно-таки сложные. Что тоже можно как в плюс, так и в минус игре. Как бы там ни было, я с очень большим интересом прошел эту демо-версию и повторю еще раз, если среди вас, дорогие зрители, есть программисты, либо люди, умеющие работать с анимацией, то отпишитесь создателям игры, вот их страница на сайте moddb, то есть она в описании. И, в принципе, на этом все. Ждем продолжения, надеюсь, оно будет, потому что это реально очень круто. С вами был Артур, надеюсь, вам понравилось. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok